Где взять, где не взять, как потратить или не потратить. Деньги сегодня будем разговаривать. Будет у нас сегодня две финансовые структуры, одна факторинговая, другая структура банка. И тут расскажем о продуктах или экспортерах. Но стартанем мы немножко вспомнить наши с вами первые два модуля. Коллеги, с чего начинается наш экспортный проект? С инвестиций. Хороший ответ. Инвестиций. Согласен. Давайте вспомним, что мы проходили на прошлом курсе. С чего мы начинали с вами курс? Так, понятно? Хорошо прошел, да, Денис Курлики? Может, с анализа рынка? Анализ рынка. И экспортных возможностей. Выбор рынка. Вначале мы называли, куда продавать. Выбор рынка. Что мы делали на этом этапе? Выбирали рынок, да? Потенциал рынка определяли. Как определяли потенциал рынка? Потребление, конкуренты. Потребление, конкуренты. По критериям. По критериям каким? Потребление. Критерии емкости рынка, наличие выходных условий, барьера, потенциал рынка, тренды рынка, уровень конкуренции и так далее. Выбор рынка Проанализировали рынок, поняли Понимание у нас возникло Идем мы на этот рынок или не идем Соответственно, исходя из этого Что еще мы Кроме тенденций, конкуренции Трендах Мы смотрели с вами заинтересованные страны В работе с нами Какие страны мы базово Первоначально рекомендовали На какие страны находить Страны ЕАЭС Какие страны это? Все, все в фонде России, да? Хорошо, а еще какие страны мы рекомендовали В рамках первых Поисков Где ниже барьеры Это какие страны мы с вами Прямо две страны выделяли Кроме таможенного союза Мы выделяли с вами две страны Помните зону свободной торговли у нас? Вьетнам Вьетнам, Сербия И страны СНГ, да? Кроме Украины Соответственно И следующие страны, которые мы тоже выделяли с вами Это страны, с которыми у нас в день развиваются Взаимоотношения Это... Кто помнит эти страны? Китай Иран Индонезия Индия Египет Венесуэла Аргентина Южный Судан Да То есть смотрим на перспективность работы с этими странами В зависимости от того, какие у нас будут политические диалоги с этими странами Потому что база, конечно, заинтересованность будет работать с этими странами у нас тоже Хорошо, выбор рынка мы с вами определились Емкость рынка Кстати, вопрос по домашнему знанию Кто-нибудь смог найти внутренний объем производства какой-либо страны? Нет Да, это тяжело Потому что реально эту всю информацию можно вытащить только с официальной статистики стран И то там очень часто статистика стран бывает отраслевая Соответственно, отрасль какая-то, то есть и ее объем производства Поэтому достаточно тяжело понять Инфицирую какого-либо товара на рынке Хорошо, выбор рынка Определись с рынком Что мы делаем с следующим этапом? После выбора рынка Подготовка товара Что? Подготовка товара Это вы уже перескочили Кроме выбора рынка, наверное, кого-то ищем там Поиск покупателя Дальше у нас идет Поиск покупателя Как мы с вами искали покупателя? Какие варианты поиска? Тендеры Тендеры Искали тендерные площадки Раз Второе Маркетплейсы Какие маркетплейсы мы использовали? Что можно на Alibaba сделать? Все Все То есть можно на Alibaba посмотреть предложения ваших конкурентов Предложить посмотреть, какие есть товары Как они продаются Какая у них цена В принципе, если зарегистрироваться байером на Alibaba Можно, конечно же, собрать информацию о стоимости по товару А что еще мы предлагали? Какие варианты? Кроме Alibaba Если Обратиться в Reds Правильно Правильно В Reds мы вам предлагали два продукта Это верхний уровень его поиск И дальний поиск Кто приходил на консультацию На ранке Это уже получил Еще какие ресурсы мы предлагали Выставки Выставки Да И вспоминаем, что выставки есть В рамках федеральной программы господдержки Есть выставки субсидируемых Российским экспортным центром И выставки, которые субсидируют Центр поддержки экспортным центром Кто-нибудь успел обратиться в ЦП? Отлично Уже Обратился Обратился И Говорят, что уже в году нет На следующий зато можно планировать Загласитесь Скорее всего, да В этом году Скорее всего, закрыт сбор заявок Поэтому ориентируйтесь на следующий год Я думаю, что ЦП «Экспорт» В принципе, если вы хотите какую-то определенную выставку Могут вас выставить и собрать На эту выставку А в Reds можно донатить? В Reds после 15 сентября Будет опубликован список мероприятий на 2020 год Это будет список бизнес-миссий Список выставок субсидируемых По линии Минпромторга России И, соответственно, в этом списке Можно найти ту выставку, которая вас интересует И подать заявку Еще раз напоминаю одну историю Что подача заявки на участие в выставке Продекращается за 120 дней Поэтому за 4 месяца Вы должны четко понять, что вы идете в эту выставку И, соответственно, подать на нее заявку Там нужно будет заполнить документы И подать документы в центральный ресурс Какие еще ресурсы мы предлагали по поиску покупателей? Трейдмап Кто-нибудь там покопался, посмотрел, поискал Была какая-нибудь полезная информация? Пока нет Есть компании какие-то Да, информация, конечно, там был вопрос о том, что она не совпадает с информацией по экспоцентр.ру По одному из того же кода Но надо понимать, что на трейдмапе годовая статистика Это раз Второе, не все страны ее сдают Это два Третье Сайт экспоцентр.ру Это все-таки информация по базе ФТС Российской Федерации То есть тут информация о том, что мы экспортировали Поэтому эта информация, наверное, более точна с точки зрения экспорта Российской Федерации А какие методы поиска покупателей мы предлагали вам? Пассивный и активный В чем разница? Пассивный это да, в выводе, то есть, когда нет Да, это реклама Активный это участие в бизнес-миссиях, выставках В честь различных мероприятий, которые устраиваются Ну, достаточно много в различных регионах Хорошо, выбор рынка, поиск покупателя И следующим этапом мы предлагали с вами Что дальше делать после того, как мы нашли рынок, нашли покупателя Что мы предлагали сделать с покупателем? Так, давайте тогда, хорошо Мы предлагали проверить контрагенту, правильно? Проверка И какие для этого есть ресурсы и возможности? Игруел Игруел? Еще? Контрагента нет Контрагента точка нет Плюс можно обратиться, по-моему, в торговые решения В торговые решения В торговые реестры в Российской Федерации, в иностранных государствах Еще какие варианты были? Судебные решения Судебные решения Что надо смотреть на всех этих ресурсах В торговый реестре еще были у нас, помните? Торговый реестр страны, то есть, это аналоги выписки юридических лиц Российской Федерации, в принципе На них тоже можно всю информацию найти, по контрагенту Что мы предлагали, в первую очередь, посмотреть при проверке контрагента? Финансовое состояние Да, если есть возможность посмотреть, то, конечно, необходимо посмотреть Но не всегда, это есть выписка Что мы проверяем, когда мы подписываем контракт внутри России? В первую очередь Подписанка Подписанка, да? То есть, мы проверяем, полномочий, если он подписывает данный контракт Соответственно, если человек подписывает, который не уполномочен Контракт будет признан действительно Соответственно, мы здесь тоже должны проверить, контрагент у нас И посмотреть, полномочий ли он подписывает эти документы или нет Что еще можно посмотреть? Юридические адресы, реквизиты совпадают или не совпадают В контракте, в его информации Потому что очень часто Ну, бывает, по крайней мере, я сталкивался с китайскими компаниями Когда меняется одна буква в названии Соответственно, компания уже совершенно не та Не тот же мировой гигант Которым они представлялись Да Можно точнее, а на каком языке? Как говоришься? Или все-таки на практике, на английской музыке Контракт представляется? Все зависит от вашего контрагента В принципе, контракт может быть на русском языке с американцами Если они готовы поступить в такой контракт Это все зависит от... Есть требования стран различных Когда обязательно, например, национальный язык должен быть в контракте То есть, какие есть требования, но это, опять же, зависит от требований вашего контрагента И от закона контрагента, с которым вы заключаете контракт Можете сделать контракт на трех языках Например, грубо говоря, с французами Русский, французский и нейтральный английский В контракте пропишите обязательства Вам будут на правовом курсе рассказывать Какой язык является основным В случае судебной разбирательности То есть, например, русский, французский, английский Основным языком является английский Судиться будем по английскому языку И толковать ваш контракт будем по английскому языку Для француза, для понимания, можно прочитать По какому праву? Право это другая история Это регулирующая применимая права Коллеги, это не сегодняшняя тема Вы у вас третий модуль Там прям вам классно рассказывают Какое право применимое, какое регулирующее С французами Либо российское, либо право Англии и Уэльса А с арабами? С арабами право Гонконга можно Но не Рамских То есть, надо выводить в нейтральную страну Чтобы не заинтересована страна, да? Да, чтобы и вам легче было Но это более развитая система судебная Англии и Уэльса, Гонконг Такие развитые В Америке вообще ни в коем случае Американское право Просто исключаем его из определения Вообще просто Вот если только американцы настаивают на своем Прямо бейтесь на последний Уговаривайте, что нам и кредиты вам дадим И отсрочки дадим И мы сегодня будем говорить И это только давайте русское право Российское право И давайте международный арбитраж КППР Они идут на это, это нормально Немцы, как правило, нет Немецкое право ставят у себя Ну, в Германии нормально Оно антосанкционское Поэтому, в принципе, оно очень похоже на наш Немецкое Тут вопрос такой Ну ладно, это отвлечение от темы Да, хорошо Проверили контрагента Соответственно, пользуемся ресурсами Которые посоветовали вам А еще есть ресурс, про который говорили Наверное, это ресурс Бирбанка BB Partners На нем тоже можно проверять контрагент Это бесплатно Очень часто бывает Ну, по крайней мере, можно зайти Заринвестироваться, попробовать этот ресурс По крайней мере По-моему, в Германии Там немецкий контрагент я находил Хорошо Какие еще Что еще мы с вами проходили В дальнейшем Подготовка товара К требованиям покупателя И к требованиям страны Что мы на этом этапе Про что мы с вами говорили Давайте к документам С документов начнем Есть два блока документов Больших Первый блок документов Необходим для вывоза на экспорт И второй блок документов Необходим для ввоза в страну Про первый блок документов Про какие мы документы с вами говорили Что это такое? Сертификация Внутри страны Сертификация свободной продажи Говорили про Где он оформляется? В РЭЦ Что еще необходимо подготовить Внутри России Чтобы вывезти товар? Какой заводитель? Происхождение Сертификат происхождения Где он оформляется? В торгово-промышленной палате Какие есть формы? СТ-1 СТ-2 Логично, да? ИА СТ Общей формы СТ-А СТ-2 Кстати, в какую страну Оформляется В Сербию СТ-ЕАВ Новая форма Оформляется Вьетнам 2016 года Для чего необходим Сертификат происхождения? СТ-А Что можно Входящая площадь Будет Процент Да, абсолютно правильно То есть Сертификат происхождения Нужен для Вашего клиента Чтобы он смог Растомолить данный груз По преференциальным ставкам И не обязательно Это 0 будет Но Так Будет преференциальные Соответственно Это необходимо Чтобы При межгосударственных Соглашениях Клиент смог Завести По более дешевой цене Соответственно Растомолить По более дешевой цене Хорошо СТ-1 Кто-то оформлял? Вы для какой страны Оформляете? Мы оформляли В общую форму Да? Это вы знаете В Европу грузили Да Да Общая форма На сегодняшний день Она в принципе Не дает никаких преференций Просто требует Перечисленные клиенты В общую форму Она им необходима Для чего В принципе Непонятно Но Для чего-то значит Необходимо Хорошо Что еще мы оформляли? Какие еще документы При Патентной Хорошо Давай сейчас Оставим эту форму Маленькую Вернемся к ней Похожее В точке зрения Подготовки товара Еще Сертификация ТРТС Мы говорили Да Сертификат Свободной продажи СТ-1 Фитосанитарный сертификат Ветеринарный сертификат И помним, да? Для чего необходимо оформлять? Протокол исследования Протокол исследования Циурокс Так, хорошо Теперь мы переходим с вами плавно Для требований иностранного рынка Что необходимо оформлять? Например, для Европы Если ваш товар химический какой-нибудь Для того, чтобы вы могли продать данный товар В рамках иностранных государств Необходимо оформить сертификаты Требований Ну, по требованию этой страны Для чего это делается? Для чего, например, Европа вставляет Требования Чтобы вся продукция была сертифицирована По нормативным директивам? Для того, чтобы, соответственно, Каждое государство Заботься о жизни и здоровье граждан своих Соответственно, они требуют Какие-то определенные требования И продвигают определенные требования к товарам Соответственно, если вы возьмете Например, кликер Наверняка он Да, скорее всего Должна быть маркировка здесь CE О том, что данный товар Соответствует требованиям директива Да, вопрос Просто, соответственно, сертификаты Обязательно экспортеры должен обновлять Или экспортер? Экспортер Ну, вы как можете договориться? Ну да Кто платит за этот сертификат? Я вот Ренату рассказывал Сегодня мы шли с утра Американец покупает на нормату Соответственно Но оформляется она, конечно, на производителя Да То есть оформляется сертификат на производителя Но американец заплатил 150 тысяч долларов США И, в общем-то, получил эксклюзивные права На реализацию в Америке данной арматуры Из композитных материалов Все Ну а стоил очень дорого Он сам заплатил Можете вы заплатить? Тогда у вас не будет ограничений по рынку сбыта Скорее всего, если ваш покупатель заплатит за сертификацию Ну, наверное, он потребует от вас Какие-то преференции в контракте Ну, как минимум эксклюзив Кстати, в бизнесе эксклюзив Это самое страшное слово Знаем? Все понимают, почему? Когда вы сидите на одном эксклюзивном покупателе Огромнейшем Просто баснословно Вы можете, в принципе, в один момент потерять риск Одновоментно И ничего с этим сделать не сможете Вам выкрутят руки У вас не будет нормального продвижения Вы не сможете контролировать эту компанию Это факт Это все учат этого Чтобы ни в коем случае Никогда старались не заключать эксклюзивные контракты С уникальным дистрибьютором Который а-ля будет на всю страну вас предоставить Это правда И это на сегодняшний день Прямо честно на бизнесе видно Даже с американскими Они очень любят эксклюзивы Они очень уважают И они вам говорят Мы вас будем много покупать Мы будем большие объемы Вы дойдете до этих объемов Они вам их обеспечат Дальше расти не будете Вы просто не будете расти Дальше возникнет вопрос Согласование продвижения Например Как вместе продвигать Они скажут Мы не будем вас продвигать Деньги платите Продвигайте Ну как же У нас увеличивать продажи Ну знаете Ну меньше вас покупать будем Ничего страшного В общем объеме наших миллиардов Да Ваших там товаров Вот столько Ничего страшного Вот так поведут себя Люди Которые получают Бизнесмены Которые получают Эксклюзивные права На реализацию продукции Поэтому это такое Отключение темы Имейте ввиду Это очень история Неправильная Отдать кому-то Эксклюзивные права На реализацию Да Соответственно Подготовка товара Упомянули Про Мы еще один Нюанс Это подготовка товара С точки зрения защиты Объекта Интеллектуальной собственности Что мы здесь рассматриваем Про что мы с вами здесь говорили Что можно защитить Продукцию Как существующая продукция Да То есть можно защитить Ваш патент Ваши результаты Интеллектуальной деятельности Еще что можно Товарный знак Товарный знак Мадридская система Защиты товарного знака И по защите Результатов Интеллектуальной деятельности Мы предлагали Вам Систему ПСТ Вспоминаем Для чего необходимо Защищать Товарный знак Свой В стране Куда экспортируешь Там Кто-то не перегистрировал И все Эксперсивные права Не забыл Да Это раз вариант И второй вариант Конечно Необходимо проверить При выходе В какую-либо страну Не нарушаете ли вы Права Третьих лиц Не зарегистрировали Ваш товарный знак Уже на кого-то В принципе Если вы нарушаете Права Чих-то третьих лиц Вам быстро придут Достаточно И скажут Что вы Зачем-то Вспользуете Товарным знаком Об этом Надо помнить Что Очень есть Много Целый бизнес Создан на этом По регистрации Товарных знаков Из популярных Марок В иностранных Бусарах С этим особенно Балти Китай Поэтому Конечно же К вам могут Выставить претензи Что вы выходите Со своей маркой На этот рынок Вам запретят Просто ее продавать На этом рынке Соответственно Вам придется Выкупать Скорее всего Эту марку Или же Три года Делать Ребрендинг Соответственно Три года Этой маркой Никто не будет Хользиться Потом ее забирать Обратно себе Такие варианты Есть Но Соответственно Это отвлечение Средств Это отвлечение Денег Времени И потери Времени Так Хорошо Подготовили товар Соответственно Проверили контрагента Про что мы сейчас С вами говорили Про Переговоры Переговоры И Подготовка К переговорам Что необходимо Учитывать на этом этапе Какой страны Менталитет Менталитет Мы с вами делили все культуры на три основных Реактивные Реактивные Полиактивные Моноактивные Соответственно В зависимости от их отношения к планированию дел К восприятию информации В зависимости от той культуры К которой относится данная нация Мы с вами Мы вам предлагали По-разному вести переговоры Соответственно По-разному готовиться С точки зрения подготовки презентации